Ну, ничего. Ну, жизнь очень хорошая, мирная, тихая, спокойная, во всем порядок, во всем стабильность. Вот, люди очень такие, ну, на мой взгляд, добрые, открытые и воспитанные, и это самое, всегда готовы тебе помочь, тебя выслушать, и вот главная, как бы, изюминка их понять, они не просто тебя слушают, головой махают, а вот они именно вникают в твою ситуацию, желая тебе помочь. Вот, у них такая, ну, вот, программа в государстве, вот, для каждого человека. Старики, дети на первом месте. То есть, там, шикарные вот эти дома престарелых, знаешь, вот, это самое, или там, послевоенным людям дают такие квартиры, где у них там частные беседы, там, врачи приходят, беседуют с ними, массажи им делают. Ну, полный уход, люди защищенные, у детей шикарные условия, эти садики, школы, они туда просто с радостью бегут. Ну, а так, а духовная сторона, Бог, она и длинна. Ну, духовная сторона, это же страна протестантская, вот, очень-очень много церквей, вот, практически называют вот эту Скандинавию, как бы туда вошла и Финляндия, что христианскими странами, особенно вот Финны, они как-то более этого придерживаются серьезно, чем, допустим, Швеция, которая уже там утопает в разврате, знаешь, и уже дошли до детсадиков и все такое. Но, ну, так вот, Финны пока не такие за семью, за детей, как бы, за традиционные отношения, как бы, отстаивать вот эти права все-таки как-то пытаются. Ну, а так, вот, вот, ЛГБТ-движения различные, как отношения вообще, ну, то есть, и толерантность как присутствует такая вот европейская? Ну, естественно, естественно, и этого всего много, и тут я говорю, что мужчины уже под 70 лет ходят в юбках, в женских каблуках, заходят в женские переодевалки, в туалет, и, понимаешь, я это лично видел, сам удивлялся вообще, был шокирован этим. Ну, просто смешно это выглядит. Ну, вот так у них, знаешь. То есть, уже взглядов-то, если их нет, люди нормально принимают? Ну, нет, Финны, они смотрят, это для них как-то нечто такое. А, ну, все еще смотрят, да? Еще смотрят, для них это, да, и все вот так заглядывают, обращают. Ну, они, понимаешь, они воспитаны, они не подают виду, чтобы вот так, как мы, пятятся, знаешь, они, ну, обратят внимание, как бы подадут вид, чтобы, ну, как бы не задеть чувства человеческие, знаешь, это самое. Ну, в России это, смотрят очень хорошо, то бить начинается сразу. Ну, конечно, да, это у нас же с детских лет такое было строго о воспитании в этом отношении. У нас тоже, как бы, палка, она, это самое, перегибали ее, что начинали людей унижать, обижать слабых, знаешь, вот это тоже нехорошее, как бы, качество в России, что, как бы, ну, всегда поддерживают до сих пор, вот, сильную сторону человеков. Ну, зато у нас, как бы, присутствует это, наше православное такое традиционное отношение к жизни вообще. Ну, а там есть вообще общение такое православное? Конечно, конечно, там очень много православных церквей, храмов, очень много, и практически каждый батюшка, он разговаривает на русском языке финский, финный. Они обучаются русскому языку, и они очень такие добрые, знаешь, очень посвященные такие. Естественно, они отличаются от наших церквей, они очень скромные, понимаешь, они не ездят на шикарных здесь автомобилях, то есть, многие из них работают, вот, то есть, после службы там, это самое, или до службы у них своя работа, как бы. Или, если они на обеспечении, допустим, ну, такая мизерная маленькая зарплатка очень, и вот они все потихонечку, смиренно, в простоте, все так, знаешь, во слава Бога, все это, как бы, свершают служение свое. Батюшки, они себя на стороне там не держат. Ты можешь подойти смело, спокойно, поздороваться, понимаешь, поговорить, заказать время там по телефону или там по сообщению как-то. Ну, доступно все в этом отношении, хорошо вот тоже. В Россию нет желания. Как? В Россию возвращаться нет желания. Так нет, я сейчас-то в России пока в данное время, я на два фронта, и здесь и там. Вот, я здесь на границе прям живу, три километра и Финляндия. Вот, я езжу и туда, возвращаюсь сюда, как бы пока так вот, как странник и пришелец. Ну, у меня есть и друзья такие, и знакомые много, и в Америке есть, и в Германии, и в Канаде, вот, и как бы ведем такие разговоры, ну, о возврате. Люди все-таки чувствуют, что двигается что-то серьезное, или катастрофа, или война, что-то такое будет. Ну, у людей понимание такое, что все-таки спасти с ним лучше будет в России. Ну, в принципе, да. Ну, потому что все-таки своя родина, и как бы, сейчас вот я домой пришел со службы, и у меня такие мысли посещали. Я постоянно думаю, вот, что, ну, смотрел ваш ролик там, когда брат в Абхазию-то ездил, какие там красивые, замечательные пейзажные места. Ну, рай на земле. Я вот супруге говорю, как печально, что нету мира среди людей, среди народа. Как, ведь мир, это же, это же небо на земле, это же дар Божий. И если бы мы стремились бы к миру, не было бы войн, мы бы, все бы радовали Бога, все бы радовали друг друга. А вот так вот, очень страшно, конечно, и печально. Не страшно, а печально. Если бы так было, разве мы тогда бы, мы же души не спасли бы свои? Ну, допустим, ну, как не спасли? Конечно бы, спасались бы, потому что... Ну, а как спаслись? Вот оно идет по благодати, по благодати. Идет время, когда будут воедеть мир и... Ну, это о другом, это о другом говорится, да, это о другом. Вот, Сергей, есть такое время, как тебе, время благоприятное. Мы сейчас, брат, живем во время благоприятное. И вот это время благоприятное, оно мне так близко по сердцу пришло. Я его обрел от Господа, по вере. То есть, домыслил, мне вот Бог разум открыл, я это понял и принял. И для меня это ценно, потому что оно короткое, это время. И вот как важно людям принять это время. Помнишь, он сказал Господь, что я пришел, а вы не приняли меня. То есть, и там еще есть такое место хорошее. Не приняли время посещения моего. Это очень важно для нас, для всех, просто людей. Просто вот грешных, падших людей важно принять это благоприятное данное время от Бога на земле. Я понимаю, что такое благоприятное время, но вот с американским ученым провели такой эксперимент над крысами. То есть, ну, или мышами. Потому как они размножаются, ну, пара мышей способна дать около десятка потомства за год. Вот. И провели такой эксперимент. Вот как раз дали благополучие такое. Ну, то есть, на крысах, мышах, как правило, люди проводятся такие, они ближе, как бы, по своему, ну, устройству внутреннему, к людям. Вот. И что получилось? Вот. Все улучшали и улучшали условия, да, вот, благоприятные делали. И стали отслеживать, что мыши начинают, ну, они же, они такой, у них массовый характер, да, они находятся в стае, вот, да, стаи начали распадаться, то есть, обособляться парочки там, вот. Потом какое-то время, буквально полгода или год прошло, начали распадаться пары, вот, то есть, родители, матери, отцы стали пожирать детей своих. И, в конце концов, они начали поедать друг друга, и до тех пор, пока уже не остался, ну, ловенствующий такой альфа-самец в этой группе. То есть, показывает, что он на земле невозможно никакого мира. Мы не судна, он грех тот, а тогда мы ем, он абсолютно разрушительный. Да, он разрушительный, это так. Так вот, это и самое, как бы, печальное, что люди, настолько мы падшие. Ну, слава Богу, ведь, знаешь, Господь, Он такой, Он, Он Господь, Он есть жизнь. Вот, Он есть жизнь. И это все, это говорит о главном, говорит о всем, что жизнью смерть побеждена Господом Христом нашим от любви к нам для спасения рода человеческого. И вот это очень важно понять людям, и обратно же, по милости Божией, нам открывается эта благодать, и мы начинаем веровать. Кто-то, кто как, все по-разному, потому что мы индивидуумы на земле, мы носители Царства Божьего, мы суть, храм его. Но не всем это открыто, но Господь, Он ведет свой труд, независимо от человеков и через человеков. Бог, если говорил через ослицу, Он говорит, говорить может через любого, через любого самого падшего, самого страшно грешного человека. То есть, Он учит нас, вот представь, не было бы греха, правильно, мы бы не имели надежды даже на спасение. И в какой-то степени я так это принимаю, что грех, он служит для нашего спасения. Потому что, если бы я не был бы больным грехом, я бы не нуждался во враче. Вот, великие заблуждения, они грядут с новой силой, понимаешь, но оно идет так постепенно, мирно, как тать, знаешь. Написано, Он придет и увлечет народы за собою. В Тихорцас, все спокойно, все в руках с Евангелием, с Библией, вроде там все будет про Бога говориться. Но Он увлечет, и люди даже не заметят этого. Но избранным Господь сказал, то есть, те, которые уверовали в Него, приняли эту благодать, эту милость, дарованное вот это спасение нам, людям, естественно, бодрствуйте и молитесь. Мы будем это чувствовать и видеть все. И будем себя сохранять вот от этого, как бы, обмана. Вот это главное для нас. Правильно, но опять же, ты говоришь через Господь, ко всем Его, Он является ко всем, но принимают Его далеко не все. А мы же судим уже по конечному результату. То есть, когда Господь нас научил по плодам, мы любого человека можем определить, любит Его Господа или не любит. Вот, покажи мне дела свои, и все, и я пойму, кто ты такой, да? Ну, вот в этом и вся беда нашего человечества, нас, людей, что мы надеваем на себя вот эти маски, знаешь, религиозности, и являем, хотим являть себя праведниками, но праведники не спасутся. Бог говорит, я не для праведников пришел, я пришел для грешников, чтобы их спасти. Если даже заблудится одна, никому не нужная, ничтоженная, брошенная, вшивая, грязная, вонючая душа, я оставлю 99 праведников. Говорит Христос, это не говорит кто-то там, какой-то последователь, это говорит сам Господь, который пришел с неба, отыщу, говорит ее. То есть, труд, будет время, будет сложность, но я сделаю все возможное, я отыщу, найду ее и возьму ее на руки, понимаешь? Вот таков наш Господь, Он дает надежду каждому человеку, независимо от нашего мышления, от нашего понимания, нам не понять промысла Божьего, но это так. Я знаю другого Бога, который не тешит нас надежными. Мой Бог говорит, что вы не спасаетесь, пока вы не будете трудиться, как следует вы не спасетесь. Я знаю такого Бога, того я не знаю. Ну, ну понимаешь, ну тебе так это открыто, тебе так он пришел, тебе так, благо, если это тебе открыто им, но не людьми, вот это будет благо. Конечно, я же с людьми, между прочим, гораздо меньше говорю с Богом, я очень мало вижу людей, ну вот в скайпе, если только встречаюсь с кем-то, а так у меня весь день проходит разговаривание с Богом. Да, потому что, ну, я говорю, мы все индивидуумы, и Господь, Он не имеет вот этого различия, как мы люди. Он не имеет различия, он нам показал тот образ спасения, образ человека, который может спастись, и дела того человека, через которые он может спастись. Вот, он прямо сказал, пусть мертвецы хоронят мертвецов, то есть он обозначил мертвецами людей, которые вот озабочены миром этим. Ну, как бы, ну, я могу понимать, конечно, тоже по-другому вот этот момент из жизни, что вот это мирское, да, вот это человеческое, вот это обыкновение человеческое, вот это суть, как бы, люди часто же не понимают, они держатся, расскажу тебе такой небольшой пример, Сергей. Я встречал человека в жизни, верующего христианина, который считает, как сегодня модно это говорит рожденным свыше, вот, ходит в церковь, молится Богу, старается читать Евангелие детям своим, понимаешь. Но человек, я увидел, это самое страшное, наверное, живет страхом за свою жизнь, понимаешь. Вот это страшное, живет страхом за свою жизнь, и вот эта вся вера и все молитвы, как бы, я заметил, что порою они уходят ради того, чтобы быть живым и нетронутым, не споткнуться, не ушибиться, чтобы, понимаешь, не расстаться с этой жизнью, чтобы пожить, как бы, более спокойнее, чтобы было здоровье и все прочее, и вот это, вот это, вот это, вот это очень опасный путь, и вот это, на самом деле, я считаю... Я считаю, что вся эта вера разбивается, все ее рождение разбивается о камне. Ну, видишь, как... Образ христов, он не имел двух одежда, не имел герловые прикладки, не имел, что есть пить, он же показал тот образ. Есть, да, Сергей, это истинно так, но человека, я заметил, уже ничем не переубедишь. Это болезнь, это трава от темной стороны, от злой стороны, от того лжеца, который прельщает народы, который обманывает их. Он приходит во свете ангела, он знает священное писание, не просто он знает букву, как мы ее читаем и понимаем, он знает суть, он знает содержание, ибо был рядом с Богом, ходил среди огнистых камней, величался вот этой славой божественной, и был, на самом деле, на такой высоте. И вот, как бы, а мы кто люди, мы же такие немощные, я говорю, что только по милости Божией, только по милости Божией, вот, мы имеем такую привилегию. Не от кого-то, не от того дяденьки, который будет показывать нам Евангелие там и указывать на путь спасения, это тоже хорошо, это имеет свое место, но это пришло от самого нашего Творца, от самого нашего Господа Бога. Вот это главное, понять человеку, и кто понимает и принимает, веру и спасается. Вера, она Божия, это как двигатель ко спасению ведет нашу бунтарскую непослушную плоть. Что вера, что вера, что значит вера, вера, она у всех разница, и Господь говорит, когда в виду найду, у них вообще вера. Найду ли веру Божию, да. Вот именно, я имею в виду... Вот именно, что вера, сегодня люди повязали вот в этом во всем своем, мирском, да, и они верят в то, что они спасаются, это самая страшная вера. Господь говорит, не любите мир и не того, что в мире, кто любит мир, кто в том нет любви очень. Вот, а мы любим мир и оправдываемся, что мы спасаемся. Это уже вот такая вера, она тщетная. Но видишь, здесь это только одна рельса, одна, как бы, правда, одной стороны, стороны. Есть, то есть, есть другое тоже противоречие. Что сегодня Бога являют жестоким, то есть, недоступным, агрессивным, который уготовил, как бы, вечные муки, вот это мучение для рода человеческого. И становится просто не по себе, люди не хотят просто мучиться вечно, понимаешь. И в то же самое время, как бы, имея вот эту информацию о Аде, о вечных мучениях, все равно не обретают ни страха, ни изменения в жизни. Потому что мир, мир и не дает, вот, и войти в это. Поэтому я вот вижу общение, да, насколько я вот сегодня не то, что советую, я предлагаю и близким своим, вот, уходить от мира, потому что мир гибнет буквально на глазах, вот за какие-то пять лет, по крайней мере, в России произошли такие изменения. Но я это не вижу, ну, по рассказам людей, вот, на компьютере вижу картинки. Я предлагаю удаляться людям, то есть, я уже вижу, как дети в два года заражены тем пороком, которым они еще вот недавно, в десяти годах достигали, а сейчас они в два-три года, они уже, они порочные совершенно. Вот, а что уж там говорить о подростках. Аж страшно смотреть вот эти молодежные какие-то ключи, допустим, передачи, там, программы какие-то, не на телевизор, а на компьютере. Телевизор, а то я уже, ну, смотрел восемь лет назад, последний раз, или десять лет, я включил на Новый год, голубой огонек вот этот, ужаснулся просто. С тех пор я его больше не смотрел. Не боюсь, страшно, а там вот этот дух, который захватывает тебя и уносит с руками, с ногами. Но люди же живут в этом. Да, живут в этом. Ну, мы живем все в этом. То есть, мы часть этого падшего мира, мы, то есть, мы стержень падшего этого мира. Но мы же не любим его. Мы его не любим, мы его не принимаем. Мы без тебя его отвергаем. Да, естественно, естественно, что сам по себе человек, он просто вот... Ну, понимаешь, Сергей, у меня как бы другая сторона, другой путь в жизни. У меня другой взгляд как бы на жизнь всего происходящего. Вот, и я это вижу, я очень внимательно над этим наблюдаю. И, естественно, я понимаю, понимаю, что происходит. Понимаю всю... Бывало такое, что я начинал рыдать, понимаешь, рыдать за все человечество. Потому что я представляю... Да я что здесь представлять? Я вижу на моих глазах сотни людей умирали и по сей день умирают. Молодых, красивых, сильных, умных, понимаешь, знакомых, любимых, дорогих людей. И вот я вижу, как враг, он обманул, обольстил, как он губит эти души по немощи, по незнанию, по неверию. Вот это самое страшное для меня. Потому что это люди потенциальные, это люди рожденные для того, чтобы жить, для того, чтобы быть достойными Бога. Начиная вот... До молодости, до пожилого возраста просто гибнут, гибнут и гибнут. Вот это страшное. Ну а как можно определить, что они рождены? Господь, Бог говорил еще в Ветхом Завете, что проклятый до седьмого... Что значит проклятый? Это отвергнутые Богом люди. То есть, если находится человек в страшных реках каких-то падений, то он проклинает до седьмого колена. Ну, ясное дело, это все происходило в тех далеких временах до явления Господа Христа, Спасителя нашего на землю. И формировался избранный Богом народ. И все это обращение, естественно, было к этому народу. Мы не можем понять и разуметь сам этот процесс. Почему не можем? Я вот только вчера разговаривала с Александром Андрусенко, не знаю, что, наверное, говорили, как раз поднимали эту тему, что есть проклятие рода до седьмого колена. Этот процесс, он заложен, он космический, космического значения. То есть, сегодня ученые раскрыли процесс в образе системы ДНК. То есть, когда грешный чем-либо человек, свою структуру принимает этот грех, то есть, он принимает именно как фактор. И этот фактор передается уже породу его. То есть, человек, курящий, ну, допустим, склонный к алкоголю, да. Вот именно эту часть ДНК он передает своему сыну и внуку. И это передается породу. Так и со всеми грехами и блудные страсти и подобные. Вот это и есть проклятие. Да, это, ну, так суть проклятия заключается в чем? Заключается в самом стержне, в самой сути, в самом вот этом зерне. Вот это зерно падения, то есть, греха падения. Вот этого обмана, которому предался человек, который принял человек. Вот оно в этом и заключается, естественно. Но пришел, пришел сам Господь. Пришел путь, пришел истина. Он открыл эти двери, он спустился в ад, он проповедовал тем, представляешь, ну, мы читаем вот в посланиях, после чего пророк Исаи еще говорил, что он взял наши немощи, болезни, проклятия, разрушил своими страданиями, пролил свою святую кровь, что ни одна жертва не могла в жизни сделать вообще. То есть, сам Бог, он просто взял и уничтожил, пригвоздил это ко Христу. И вот Дух Святой, Дух Божий, Дух Милостливый наш, дорогой и родной, он сегодня так сильно трудится на этой земле, он так сильно трудится, просто люди этого не видят. Но он трудится и трудится над жизнями человеческими, дабы спасти. И многие отвлекаются, многие отвлекаются через многие скорби, через многие... Брат, да не многие откликаются, единицы, ну где ты видишь многих? Посмотри, я лежал больше полугода в больнице, я видел смерти ежедневно, я не видел покаяния в людях, абсолютно никакого покаяния. Люди винят в своих бедах работы, они ни в коем случае не полагают на себя. Они обмануты. Единицы спасаются. Они обмануты. Вот в этом вся суть в чем? Вся суть в обмане. Не зря же Христос Господь сказал, кто соблазнит одного из малых их. Кто соблазнит, это великое горе христианам, православным, быть соблазнителями. То есть надевать вот эту на себя шкуру зверя, знаешь, и быть вот заразителями этого храма Божьего, этой милости Божьей, которую Бог даровал нам. Вот в этом мы должны весьма-весьма бодрствовать. Понимаешь? Это страшное дело. Он просто косит жизни человеческие. Он отупляет их разум. Он же, как сказать, он же клеветник. Покажи пальцем. Вот они такие-сякие. Возьми камень и кинь в него. Он провокатор. Убийца. Написано, он пришел украсть, убить и погубить. Все. Украсть спасение. Украсть истину от людей. Понимаешь? Вот его в чем задача. И Павел говорит, что мы воюем и боремся не против людей плоти и крови, но против злобы духов поднебесных. Вот это есть правда, которую духовные люди, которые молятся Господу, понимают ее. Вот ты сейчас попадал к тому, что боремся, мы боремся с этим. А в чем, смотри, в чем заключается суть борьбы нашей? Сказать человеку, что он спасается или что он не спасается? То есть вот замазать эту рану или вычистить ее? В чем вот оно? Борьба идет во спасение наших душ. Только во спасение наших душ. И в процессе, и в процессе, и в процессе, ну допустим, поле боя, да, идет война. Идет война. Вот мне нравилось, когда, допустим, вот англичане, как они вообще, они просто боролись за каждого своего солдата. И там вот эти священники, они ползали, понимаешь, они ползали, ползали уже к полуубиенным людям, старались изо всех сил в этой агонии приводить их в чувства, понимаешь, и донести до них вот эту милость Божью, чтобы они вкусили ее, и уже с миром Божьим, как бы, уже там Бог рассудит. То есть ничего, в этом нет ничего, все. Это одр болезни, там человек не слышит, не понимает и не принимает ничего. Это время, когда уже поздно, уже никак. Ну хотя бы время какое-то подготовительное, а вот это вот, когда человек, допустим, в агоне, вот я смотри, у меня недавно, ну у меня периодически бывают такие приступы, да, вот когда находит сильный приступ, предсмертное состояние, Бога человек забывает, он забывает, он не, он, я уже мечусь и думаю, как бы не забыть, хотя бы имя Господа, хотя бы Господа призвать, Господь не забыть словом. Будешь как... Да, помилуй, помилуй, Господь, надо молиться, брат. Нет, сатана забирает у человека, когда вот именно в таком состоянии, там никакого покоения не будет. Должно быть готовыми, всегда и во всем. Да, ну это слова только. Это только слова, да, но в этих словах есть смысл, то есть есть обратно же то зерно спасения, как бы и я, я согласен абсолютно с тобой, потому что да, в болях, в таких страданиях, но я знаю такой случай даже вот был в Финляндии, у одного священника настолько разрывалась голова от боли, что он не устоял, он сбросился просто с этажа, то есть невыносимо, понимаешь, было терпеть, разум затмевается, все, то есть это страшно на самом деле, вот, это очень страшно. Это приходит такой ропот, такое бунтарство у человека, возмущение, ты видишь мои страдания, и нету никакой надежды на спасение, облегчение хотя бы, но все-таки знаешь, дух господен, он, он, не человек, он борется до последнего за жизнь человеческую, до последнего, потому что он, дух господен. Если кто отвергает его, то он, как он будет бороться, если его не принимает человек? Ну, естественно, естественно, он же сердцевидец. Мы не знаем сердца, вот мы же читаем в Священном Писании, как там ясно и конкретно вот это открывается, вот эта Божья благодать, как он говорит, что я зрю в сердца человеческие, я знаю помышления ваши и намерения сердечные, все это открыто пред ним, и поэтому только он, это только его труд, это только его милость и благодать по отношению к нам, потому что нам с этим не справиться, да, нам с этим не справиться, нам с этим не справиться, и это очень опасно, конечно. И поэтому мы и батюшки на литургиях, они так и молятся, чтобы мы встретили все-таки вот этот момент, ну, как бы, были защищенные Богом, вот от этого страшного момента в жизни. Есть такие рассуждения, мы спасены, мы рождены свыше, вот это модное слово пошло, вот, с 90-х годов, знаешь, я скажу честно, это не Божие откровение вообще, вот, это чистая доктрина человеческого, вот, умозаключения, вот, которая понравилась тысячам. Знаешь, это, я чувствую, вот, ну, где-то все равно ты был у этих, у протестантов, да? Да, конечно, почему был? Я это изучал много-много лет, понимаешь? Ну, я чувствую, ну, кто, как не ты, вот, это вот люди, которые как раз по опыту, они могут, да, отчего человек, вот, говорит так смело, что я рожден свыше, да, откуда вот такая смелость? Это смелость от научения, это первое, то есть, как вложили в это, в эту, вот, в этого человека, вот эти знания, понимаешь? Знания, знания, они надмевают, вот именно это, вот это надменное понимание, что я спасен. Но, когда вот я это исследовал лично, очень сильно, Я не нашел ни одного места священного писания, подтверждающего, вот, эту доктрину как за истину. Ну, нету такого, нету такого, абсолютно нету. И вот это убеждение, оно же, по-моему, лживое. Оно обманывает людей, обнадеживает их. Извини, вот, человек, человеку написано, что вы спасены, да, И человек оправдывает тем, что Господь Христос омыл его грехи кровью, и все. И к нему это уже никак не принадлежит, никакой грех, да? Да, да, это вот, это теоретическая такая доктрина, которая так сильно вбивается в мозг человеческий. И вот, и ради этой доктрины рождаются вот эти все возбуждающие, агрессивные чувства по отношению к другим людям. Понимаешь? То есть, как сказано там, мне очень нравится, как Господь Бог говорит в Евангелии, что вы любите любящих себя, вы приветствуете только приветствующих вас. Понимаешь, да, вот где сектанство, страшная опасность, вот это ангел во свете приходит, с Евангелем в руках, понимаешь, вот где страшно. И естественно, я буду тебе улыбаться, мне будет тебя легче любить, если ты будешь подобным мне. Но чуть какой шорох на стороне, все, тут как бы начинается самое страшное. Вот это, как я называю, вот этот яд, о котором пишет апостол Иаков, вот этот яд, который находится в устах, вот эта пораженная болезнь, страшная неизлечимая болезнь, когда люди просто начинают на самом деле терять контроль над своими эмоциями и чувствами, идя по головам. И если ты мне не угоден, если ты не состоишь в наших рядах, значит, тебе дорога прямая, в ад. Я становлюсь как бы судьею, понимаешь, свергая Бога и вместо Бога решаю, кому идти в ад, а кому идти в рай. Это такая католическая инквизиционная, знаешь, штучка, просто от которой надо бежать вообще. Но для меня это сегодня понятное дело, что спасение только от Господа человеком данное. Все. А вот насколько, как ты думаешь, насколько мы можем вообще размышлять о спасении, думать вообще мы должны об этом, что спасен ли я там или не спасен? Нет, это не дано право ни одному человеку. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Абсолютно все, все, об этом стоит конкретная жирная точка. Единственное, дан нам шанс это уверовать и то поверить. Помнишь в Евангелии от Иоанна, вроде бы там сказано, есть рожденные от плоти, есть рожденные от мужа, от крови, от хотения мужа, от крови, есть рожденные от Бога. Понимаешь, сколько есть рождений? То есть, если я немощный, наивных-то людей много в России. Ты помнишь, наверное, 90-е годы, да? Массой, массой валили на какие-то вот эти, как сказать, религиозные мероприятия, где раздавали какие-то бумажки, пригласительные, трактаты там, Евангелие. Или люди бежали, под чему? Я, зная себя, что я падший грешник, по милости Божьей только Бог дает мне силы поборать какие-то свои страсти, стремиться на самом деле быть угодным Богу, развить эти чувства милосердия, благодати Божьей, милости Божьей, кротости и смирения, дать место Богу, то есть полностью, вот. Но это путь Божий, но тут вмешивается человеческое явление, вот через вот это, вот. И, кстати говоря, вот я видел это ролик, смотрел, когда Игнатий Тихонович с братьями пошли в палатку знакомиться с сектантами, рэкетеры конкретные, вышибалы стояли вот, такие, знаешь, ну, а вы рождены свыше? Я их не осуждаю, понимаешь, возможно, я бы оказался среди их кругов, просто Бог миловал, просто Бог миловал, это самое страшное, не дай Господи никому никогда в жизни попасться на эту мертвичину, это просто самое страшное. Бог дает спасение, не проповедник, не какое-то там вот это умозаключение, вот это доктринальное, которое разрабатывалось столетиями протестантами, оно разрабатывалось для чего? Чтобы массово поглощать в свои ряды наивных людей. Сегодня где эти стадионы, где эти наивные люди, видишь? А сегодня не собирают они так, да? А все, нету, все, ажиотаж прошел, ажиотаж кончился, люди стали умнее, люди, потому что тысячи и тысячи, которые попались под это влияние, попались под это влияние, они сегодня, их уже туда ничем не загонишь, ничем, ни под каким предлогом все, и благодаря милости Божией тысячи и тысячи возвратились в православную церковь, и изменения идут такие в людях, это просто видно, да, среди массового человеческого явления на Земле, естественно, это очень мало, но все-таки оно есть, оно есть, это труд Божий, который не зависит от человека. Я говорил, соседики Милевого тоже вопросы, ну, ко мне домой приходили, вот, и им вопросы задавали, а сегодня, как это, много людей идет, они признаются, будет в разы уменьшилось, вот этот вот приток новых людей. Остались, знаешь, кто? Вот исследования, говорят, показывают, то есть плоды, вот это любимое слово по плодам, смотрите, плоды, вот по плодам, плоды есть, остались вот только уже дети, рожденные вот в этой системе, они уже сейчас выросли, уже образовались семьи, уже у них пошли тоже свои дети, и они как бы считаются вот, ну, уже, это, как сказать, ну, они вот выросли в этой среде парниковой, понимаешь, Сергей, и как бы вот, то есть, ну, разрастается чисто вот, как тебе сказать, ну, семейный клан, что ли, такой их, вот как у мусульман, понимаешь, все братья и сестры, там рожаются дети, как бы, основная часть-то остается естественная, но в основном это, знаешь, как дрявое ведро. Помнишь про то, когда жнецы пришли собирать жатву, Христос говорит, и пришел враг и посеял, и все, вроде, все было-то хорошо, правда, урожай богатый, все, и ночью пришел враг, вот посеял, все смешалось, все выросло, и вот не разбери их, вот представь, чем сегодня болеют люди религиозные, вот этим местом священного писания, не разбери их, мы сейчас пойдем, выдернем, там, этих в ад, этих в рай, мы все вычистим, бог говорит, не трогайте, это не ваше дело вообще, это дело мое, придет кончина жатвы. Вот, мы его спасили, вот сегодня рассуждал, сейчас после службы я пришел, мы с супругой рассуждали, я говорю, я стараюсь понять, почему люди идут в храм, просто хочу понять, ходят, знаешь, старушки, женщины, мужчины, что там интересного в этом храме, а литургии у нас долгие, по два, по три часа, старенькие, больные, они стоят, стоят и ходят, ходят стабильно, понимаешь, стабильно, почему? Я рассуждаю, что их влечет туда, милость Божия, благодать, стяжание Духа Святого влечет их, и они идут, и они не замечают этих двух-трех часов, потому что им хочется пребывать в храме Божьем, в Божьем присутствии, молиться о прощении своих грехов, каяться, приготавливать себя, вкушать то блаженство, которое Бог дает на сей день. Ну, знаешь, у меня, вот у меня какой опыт есть, я сам знаю лично людей таких, да, вот, и, ну, и по рассказам священников тоже знаю, что люди идут в храм, ну, по крайней мере, у нас в России так, идут в храм, ну, кто-то от моды, допустим, кто-то из личностных каких-то побуждений, а не думая, не думая ни о кресте, ни о спасении, ни таких причем, ну, кто-то говорит, и до 90% таких приходящих. Ну, ты правильно рассуждаешь, почему, потому что это естественно, в этом нет ничего нового и страшного такого, на что нужно обращать вообще внимание. Как бы, как один учитель в классе взял чистый лист бумаги, фломастером поставил там точку и сказал ученикам, что вы видите? Они говорят точку, а он говорит, я показываю вам чистый лист бумаги. Понимаешь, и Христос говорит, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Это страшное, вот это явление, не дай Господь попасть под это искушение. Это все, это погибельное действие, погибельное. Пусть Бог нас всех сохранит от этого. Он же так заносит, так засасывает. Мне вот это не понравилось. Знаешь, я вот еще рассуждал с этим, с Сергеем Ильином, с Озваниванием, если он как раз за тебя разошел. Мне понравилось, как вы с этим вступили в спорты с Сергеем Буховым по поводу вот этих обличений. Ну да, я может быть, с какой-то стороны, да, нужно человеку, ни в коем случае нельзя переходить на личностные факторы вот эти. Когда ты, именно ты говоришь, я вот тебе говорю, вот это недопустимо. Ну так слово говорить, скажи в церкви. А кто и когда у нас в церкви говорил в последний раз? Было такое, чтобы вот в храме после службы кто-то бы сказал, вот сестра, я ей говорил, вот двое мы подходили, а она все равно будет это делать и делать. Да не было такого, потому что не общинная жизнь. Приход. У нас приходы православные. Пришел, ушел, отстоял, все, кто друг друга не знает. Скажи в церкви, если в церкви не покаяться, да будет тебе как язычник и мытый. То есть она вне церкви, то есть ты к ней должен уже не как к сестре относиться, а как язычник и мытый. Все, она не покаялась. И Бог поверевает к ней относиться уже не как к сестре. Без милосердия. Она не кается. Бог любит грешников, кающихся, а не раскающихся о упорстве своем. Он их наказывает. Но кто в чем научит, тот в том и пребывает. Это вот это, я еще раз повторюсь, Сергей, необходимо молиться. Молиться, доверять Господу. Главное человеческую жизнь доверить Богу. А когда мы своим естеством начинаем делать вот эту хирургическую операцию, помилуй Господи и спаси от этого, и сохрани нас всех. Чтобы пользоваться вот такими методами, я думаю, может человек, по крайней мере, он не должен иметь греха такого, неврешным быть, в первую очередь. В вторую очередь он должен разделять духов. То есть он должен понимать, какой дух к нему подошел от Бога он или нет. А потом уже в духе именно кротости, такой братской любовью, если бы человек именно почувствовал их братские отношения, возьми, объяви его, скажи, как можешь. Ну, можно говорить, конечно. Дух определенный должен быть. Совершенно согласен, почему? Потому что Христос Господь сказал «И обрящите свободу ту, которую Я даю вам». Не ту, которую мир дает, а ту, которую Я даю вам. Свободу. То есть вот эта свобода Христос Божья, она смотрит со стороны Спасителя, сострадающего, любящего, милующего, понимаешь, да, который доверяет своему Отцу личную свою жизнь, как ты хочешь, Господи, но не как я. В руки твои предаю дух мой. Вот что главное для жизни человеческой. И Он учитель наш. Он учитель наш. И мы должны учиться только от Господа Иисуса Христа. Не больше ни от кого. Только от Господа Христа. И Господь нас учит. Слава Господу за это. А пути, они разные. Все идут по этому пути. И когда-то приходят в разумление. Для кого-то конкретная остановка, уже конченная остановка. Для кого-то продолжение следует. Но через все я говорю, для меня, Сергей, жизнь, данная Богом, А вот она дана нам для чего? Для того, чтобы мы достигли, достигли, ну, можно, наверное, сказать, совершенства, веры в Бога, достигли вот этого спасения. Достигли мы ее. Старались. Это же такая любовь, такая красота. Но совершенство, оно не имеет границ. Мы будем возрастать в вечности. Или наоборот. Да, да. Я не имею в виду вот о том совершенстве, о котором сегодня трактуют религиозные вот эти, как бы, сказания людей, знаешь, совершенство, праведность. Это все слова. Это просто слова и звуки. Вот. Зачастую там не бывает ни жизни, ни результатов. Что пользы, братья мои, говорит апостол Иаков. Пользы-то нету. Я могу из себя выдавливать в вид благочестия, но по сути и по своему содержанию я пустой и немощный, и грешный. Если снять с меня маску, такая срамота будет. Стыдоба просто будет. Но это я знаю за себя. Господь говорит о нас, что мы, будучи злыми, умеем творить дела праведности. Вот. Мы злые, а посмотри, на что способны. Вот. Видишь, то есть, интересный такой момент, правильно, это вот, это вот, это только так Господь Иисус Христос сможет говорить. Вот представь. Это только вот Божие вмешательство, понимаешь, да, Сергей, то есть, стяжание цвета Годуха, милости, благодать. Вот. Будучи злыми, умеем даяние благие давать. Вот. Представь. Это плод. Это плод. Это плод, к чему нас хочет привести наш добрый пастырь. Это же очень важно. Это такая красота, божественная красота, такая милость Божия. А ведь Он возлюбил этот мир. У Бога нету мертвых, Сергей. Бог есть жизнь. У Бога вообще нету смерти. Почему-то люди привили этот кусок грязи, вот этой злобы, и они больше проповедуют смерть и ад, нежели милость Божию и жизнь вечную, благодать. Ну, достоин ли человек, чтобы проповедовать ему о рее? Какой он еще в грязи земной находится, о каком рае ему может быть, если он любит мирское, как можно ему сказать, посмотри, смотри, какая тенденция у мирских людей, да, они говорят, а что я там делать буду в твоем рае? Мне там абсолютно не нравится. Страшно. Рай, мне не нравится. Да, и анекдоты сочиняют про это, понимаешь. Про ад, про рай. Ну, это все от того, что люди не разумеют, они понятия не имеют. Они же не виноваты в том, что им это закрыто. Я вот удивляюсь, честно скажу тебе, Сергей, я удивляюсь, как можно не веровать Господу. Для меня это непонятно. Я не могу понять. Для меня, мне кажется, нет таких людей уже на земле, кто не веровал бы Господу. Мне не понять пока. Я теоретически, как бы, по-человечески понимаю, но вот сердцем для меня это чуждое, понимаешь. Чужое, непонятное для меня. И поэтому нужно молиться и Бог слышит молитвы. Вот. Ну, спасите, Господи, меня также. Благодарю тебя за внимание, за терпение. Прости меня за мое многословие. Все хорошо. Главное, знаешь, это не остывать, главное, а вот это, гоняк. А это не, да, это милость Божия, да, слава Господу Богу. Ну, все, брат, до встречи. Ну, с Господом, до встречи. Попробуем еще.